На участке возле судака аграрии посадили семь сортов винограда. Ухаживают за лозой по особой технологии. Уже можно попробовать первый урожай. Основные посаженные сорта – это Каберне Савиньон, Каберне Фран, Мерло, Сера. К закладке виноградника предприниматели подошли серьезно. Консультировал крымских специалистов профессор, прибывший для этих целей специально из Италии. Он создал проект, в котором учел новейшие разработки по выращиванию высококлассной лозы. Верхние ряды проволоки на момент вегетации будут раскрываться. Лоза будет расти в обе стороны от проволоки. Затем по окончании сезона вегетации проволоки смыкаются. И все, что выше верхних проволок, будет обрезаться механически перед обрезчиком. Виноградник заложен так, чтобы ручной труд использовался минимально. По словам аграриев, это позволит повысить скорость обработки и качество виноградного куста. Территория, где посажен виноград – место историческое. В средние века здесь жили генуэзцы. Их основным занятием было виноградарство. Сохранились документы, свидетельствующие о том, что жители деревни в XIII веке платили налог на вино. Деревня, находящаяся здесь, называлась Каза Карагачи. По наименованию речки, которая сейчас называется Карагачи. Виноград предприниматели высадили на участке в 30 гектаров. На остальных 10 создают свою винодельню и музей вина. В ближайшее время откроется музей, вы одни из первых посетителей. И хотелось бы донести это людям, чтобы они знали и гордились, в каком месте они живут, рядом с чем они находятся. Здесь представлены все материалы, которые были обнаружены при закладке виноградника. Здание музея – 1882 года постройки. Это одна из самых старых виноделень в Крыму. В музее для будущих посетителей предусмотрен стенд дополнительной информации о истории виноградарства и виноделия. В будущем здесь будет дегустационный зал. Предприниматели свой первый урожай планируют давить сами. Как Адриана Челентана в фильме «Укращение строптивого». Сабина Дениева, Асан Ибрагимов, телеканал Милет.